Вообще, ВСМЗ заработало за год около 190 миллионов рублей. Это показатель неплохой, это показатель выше, чем на 10% прошлогоднего показателя, но это не патолог для ВСМЗ, потому что следующий год у нас будет сложнее с точки зрения зарабатывания денег. И показатель по внебюджетным доходам, которые нам сейчас ставит Министерство культуры, это плюс еще 15% к той сумме, о которой мы говорим. А если мы с вами посчитаем уменьшение государственной субсидии на следующий год, она тоже произойдет. К сожалению, экономическая ситуация в стране такова, что нам каждый год эту государственную субсидию уменьшают. Она уменьшится, я думаю, процентов на 6, я думаю. И в этой связи для того, чтобы остаться на плаву и заработать еще немножко денег, нам нужно будет заработать даже больше 15%. Вот, собственно, проблема. Уже сейчас я могу сказать, что соотношение субсидий и соотношение зарабатываемых денег примерно одинаково. То есть примерно 50% общего объема финансирования в ВСМЗ – это государственные субсидии на выполнение государственного задания, а около 50% – это собственные средства музея, которые, собственно, музей тратит на зарплату, которые музей тратит на сохранение культурного наследия, на реставрацию, на развитие, в общем, на все, что может тратить музей в рамках своей уставной деятельности. Вы сами определили, что следующий год будет сложным для музея в экономическом плане, да и это легким назвать нельзя, в целом кризис в стране. Скажите, пожалуйста, насколько было эффективно потратить достаточно большую сумму денег на приобретение рояля, автомобиля, в рейдинговых аппаратах? Как это вообще нужно уточнить? Чем руководствовались выписки планами в рейдинговых аппаратах? Ну, исключительно экономическими просчетами, собственно, экономическими расчетами – это абсолютно не новая тема для музеев. Мы посмотрели, как это работает у наших коллег, у больших музеев с большим потоком. Что касается потока – это миллион сто человек по году. Мы принимаем, это тот показатель, который мы достигли в этом году. Ну, и, соответственно, учитывая этот поток, рассчитав возможный средний чек, ты понимаешь, за какое время ты окупаешь эти вендинговые аппараты и через какое время ты начинаешь получать уже не только доход, но и чистую прибыль. То есть это абсолютно понятный экономический расчет. Что касается автомобиля, последний легковой автомобиль в музее-заповеднике был приобретен 7,5 лет тому назад, и даже по нормативам для бюджетных учреждений он уже подлежит списанию, потому что затраты на его ремонтную эксплуатацию уже начинают превышать понятные нормативы. В этой связи раз в 7 лет покупка легкового автомобиля – это не самое страшное, что может быть. Что касается рояля, все музеи, федеральные музеи, становятся универсальными такими музейно-культурными центрами. Это тенденция, которая началась достаточно давно, и крупные музеи, кроме показа экспозиции, кроме показа выставок, привлекают к себе посетителей концертами, выступлением хороших исполнителей. А вот по части рояля в СМЗ, с одной стороны, вроде бы все неплохо, потому что их много, вроде бы и... А с другой стороны, ни одного хорошего рояля концертного уровня звучания у нас нет. Рояля, которые стоят в экспозициях, они относятся к предметам Государственного музейного фонда, и по большому счету их даже трогать руками нельзя, потому что это предметы Государственного музейного фонда. Ну, понимаете, да, есть определенные... Ну, нельзя трогать картины, да? Это тоже предметы Государственного музейного фонда. В общем, точно так же нельзя трогать рояля, поскольку это предметы Государственного музейного фонда. А из тех рояля, которые стоят на сцене в палатах и в гусе хрустальном, ни один не соответствует качеству звучания, которое необходимо, допустим, для уровня народных артистов России, которые могли бы здесь сыграть. Поэтому это вполне оправданные траты. Да, это не дешевые вещи, но эти вещи достаточно ресурсные, и 20-30 лет этот рояль может верой и правдой служить. То есть это длинная покупка, это покупка, которая в итоге и привлекательность повысит, и еще и денег принесет. То есть Владимир Суздальский музей-заповедник хочет составить конкуренцию Владимирской филармонной? Никоим образом, потому что рояль уехал в Суздаль, а гости Суздаль всегда жалуются на то, что в вечернее время совершенно некуда пойти, совершенно нечем заняться. Я думаю, что в сезон, в туристский сезон мы будем устраивать, будем приглашать исполнителей, будем приглашать артистов, и будем устраивать небольшие музыкальные вечера, которые позволят нам заработать как музею и порадовать гостей города Суздаль. Продолжение следует...